Дорогие друзья, думаю, вы не раз сталкивались с проблемой выбора. Нужно принять какое-то серьезное, ответственное решение. Нужно решить для себя, продолжать на той же работе, на которой вы работаете, или поменять ее. Нужно получать какое-то новое образование, или не нужно получать. Пора уже расставаться с человеком, с которым вы вместе, но отношения, так сказать, вас не сильно устраивают. Или, может быть, он изменится, и ситуация улучшится. Мы часто оказываемся в ситуациях, когда сделать выбор очень сложно, потому что ставки достаточно высоки. Выбор между двумя сортами творога, наверное, не самая сложная задача. Но выборы, которые мы совершаем в жизни, например, взять на себя ответственность на работе за какой-нибудь проект или пусть там как-то распределят и занимаются те, кто назначат, так назначат, а не назначат их хорошо. Этих выборов, на самом деле, в нашей жизни очень много. Вы живете с чувством, что у вас есть жизненные обстоятельства, которые вас не устраивают, которые вы хотите поменять, но они предполагают какие-то действия, какие-то шаги. И поскольку любые шаги в таких ситуациях сопряжены с возможными потерями, то что, уходя с одной работы, вы лишаетесь достатка привычных каких-то вещей и прочего, расставаясь с человеком, вы рушите существующий уклад, и непонятно еще, что вы получите дальше на работе, если вы, например, берете на себя какие-то дополнительные обязанности, а не факт, что вы справитесь, не факт, что это действительно принесет какому-то положительному результату. И мы начинаем вот с этой сложной для себя ситуации прикрутить, вертеть и ждать. В результате начинает работать так называемое когнитивное искажение – недооценка бездействия. Что такое недооценка бездействия? Недооценка бездействия – это когда мы думаем о том, что мы можем потерять, если примем другой выбор, но не учитываем то, что мы уже теряем, не совершая этого выбора. Ну вот, допустим, отношения с другим человеком, который вас не устраивает в вашей второй половине или просто партнером и так далее. И вот вы размышляете о минусах расставания. При этом вы можете размышлять о минусах жизни с этим человеком. И вот вы живете в двух видах минусов. А что если мы добавим сюда третий тип минусов? К третьему типу будут относиться минусы, которые получает ваша жизнь из-за того, что вы еще не приняли это в решении и не стали действовать. Это значит, что вы дольше живете с этим человеком, значит, сложнее будет расставаться. Это будет значить, что вы сейчас тратите время, которое могли бы потратить на то, чтобы найти именно своего человека. Это может быть связано с тем, что у вас ухудшается настроение, вообще вера в людей, потому что вы живете с человеком, который для вас травматичен. И это все минусы, которые вы не замечаете. Именно в этом состоит недооценка бездействия. То же самое касается работы. Вот вы думаете, что надо вам получить какую-нибудь дополнительную квалификацию, какие-то дополнительные новые знания и навыки. И вот вы думаете, и вас даже греет эта мысль, что в какой-то момент вы, так сказать, с духом соберетесь и обязательно, значит, получите этот навык, и жизнь ваша станет от этого интереснее, веселее, экономически более успешной. Но задумайтесь, вот сколько вы сейчас про это думаете, и как вы себя тешите, и что происходит в это время. В это время, во-первых, вообще навык, который вы собрались, уже устаревает. В свое время люди все считали, что будет очень полезно быть экономистом и юристом, понимаете? Все пошли туда, и в экономисты, и в юристы. Кто-то вот психологией думает заниматься, пойду психологией заниматься, и начну разбираться там и так далее. К моменту, когда вы получите это образование, может случиться, что вы, если вы его оттягиваете, что это уже больше никому не будет нужно. И так у нас произошел переизбыток специалистов, экономических специальностей, юридических специальностей, психологов переизбыток сейчас формируются. И в какой-то момент рынок становится очень конкурентным. И вот когда вы откладываете решение, которое вам кажется, вы на самом деле несете убытки уже, потому что вступите в конкурентную борьбу за это дело, когда уже площадка будет полностью занята. Ну вот так вот на программистов все захотели идти учиться. В какой-то момент вылится огромное количество программистов на рынок. Вот все проснулись, побежали, и в результате давка на горлышке, потому что просто такого количества рабочих мест нет. Вот важно все время для себя понимать, что откладывая решение, значит, которое назрело, потому что вы видите минусы в своей работе, в своей специализации, в своих отношениях и так далее, вы видите минусы изменить ситуацию, потому что менять ситуацию всегда сложно. Но вы не видите минусов, которые сопровождают непринятые решения, отложенные решения. И вот задача наша научиться эту важную часть ситуации любых учитывать, потому что если мы ее начнем учитывать, то наши решения станут значительно более конструктивными. Более того, вы получите мотивацию, потому что когда вы боитесь что-то потерять, когда вы боитесь не успеть, вы начинаете действовать. У вас возникает мотивация. Но когда вы думаете только о минусах изменений или о минусах ситуации как таковой, мотивации менять ее у вас очень мало. Вот почему наша задача все время видеть а. ситуации, в которых у нас есть отложенные выборы, б. что эти отложенные выборы, как правило, сопровождаются ростом нашей будущей платы за это бездействие. Сделали бы раньше, сейчас бы уже были бы в другой ситуации. Они сделали, отложили, и поэтому все продолжается. Это важная вещь, которую нужно осмыслить и пропустить через себя. И надеюсь, сегодня с помощью нашего упражнения вы сможете это сделать. Дорогие друзья, сегодня в качестве задания сначала нужно нам будет посмотреть на собственную жизнь и посмотреть, какие выборы мы откладываем. Что бы вы хотели сделать или о чем вы думаете, что нужно сделать, но пока соответствующее решение не предпринимаете. Если вы не можете найти такие ситуации в своей жизни, то подумайте сейчас о ситуациях, которые вас не устраивают. И выпишите тот набор ситуаций, который вас не устраивает. Нам сейчас важно понять, что есть зоны дискомфорта, в которых вы не предпринимаете необходимых действий. Приступайте, и потом я расскажу, что делать с этим дальше. Дорогие друзья, надеюсь, вы составили список ситуаций, отложенных выборов, да, или чего-то, чего вы хотите, но не делаете почему-то до сих пор, или ситуации, в которых вам дискомфортно, и, соответственно, вы думаете, как бы их изменить, но не меняете. И теперь вы получите целый список вопросов от меня, которые вы зададите себе для того, чтобы ответить на вопрос главный и сущностный, что вы сейчас откладываете свои выборы, теряете, что является уже теми убытками, которые вы понесли, потому что не приняли это решение дальше. Это позволит вам переоценить сложившееся положение и вы увидите, возможно, вы ничего не теряете, и ваша хотелка на самом деле ничего собой серьезного не представляет, и вы просто себя там то ли дурите, то ли утешаете, то ли еще что-то. Или же вы увидите, что действительно, если вы не примите решение в ближайшее время, если вы сейчас не примите решение, то вы очень много потеряете, и в этом случае вы почувствуете мотивацию на принятие соответствующего решения. Ну, приступаем, отвечаем на вопрос, выполняем задание, и после этого я надеюсь, что вы точно определите себя зоной, где действия сейчас необходимы. Более того, почувствуете мотивацию для того, чтобы эти действия совершить. Приступаем.